И всем привет, ребят, с вами MrBank, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новый обновленный овердрайв Мамонта. Это тот самый корпус, который мне безумно нравился в свое время, но сейчас по мете, конечно, он проседает и проседает сильно. Но, все равно, я думаю, что сегодня нам удастся показать очень жесткий и интересный контент с этим замечательным корпусом, потому что у нас есть очень интересные изменения в работе его овердрайва, а именно в добавлении возможности откидывания противника с работающим овердрайвом. Вернее, не противника, а именно трупов противника. Сегодня мы, конечно же, сыграем на Мамонта и Зиди с вампиризмом. Это, ну, наверное, одно из лучших вооружений, которое может быть на сегодняшний день. Я имею в виду именно пушек для Мамонта. Запикаемся в матчмейкинговый бой. По режиму сразу я выберу режим регби, потому что считаю, что Мамонт в регби это просто бомбочка. И мы попробуем реализовать эту замечательную комбину. Плюс у меня, если я не ошибаюсь, была еще и заданка в регби. А, нет, у меня флаг доставить нужно было. Ну, а пофиг. Ничего страшного потом. Все равно у меня это все дело выполнится. Надеюсь на небольшую карту. И на хорошую реализацию я еще не играл на Мамонте. То есть я не знаю, насколько жестко и сильно будет откидывать противника под овердрайвом. Эти трупы должны, по идее, улетать прям очень жестко. И нас закидывает на супер большую карту. Еще и критует сходу. Не знаю, что я буду делать сейчас на этой карте на Мамонте и Зиди. Но попробуем, 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 попробуем реализовать противников. Довольно большое количество есть. Поэтому в теории шансы у нас на откидку контента у имеются. Ну и если будет тайминг на доставку, например, кто-то из наших тиммейтов будет вести, его уничтожат. Я возьму овер, раскидаю трупы противника и попробую доставить. Главное, чтобы от трупов мы вниз, ой, вниз говорю, мы в минус не пандали. Потому что я уже у ребят поинтересовался, как работает Мамонт с овердрайвом. И говорят, что есть шанс упасть в минус. Поэтому пробуем, пробуем, пробуем. Со мной уже тут здороваются. Пробуем врываться. Так, вижу против сразу рикошет и вижу гром. И вижу молодого человека с краской на звезде. Так, и у нас сразу быстрая доставочка залетает от противника. Так, надо будет сейчас быстренько, я так думаю, что поменять еще резистант. Резистант надо будет поменять. Там Тесла, я вижу, есть. Вижу, есть шафты. Скорпиончик. Ну ладно, пока что оставим. Но если что, чуть попозже, может быть, еще переоденемся. Так, главное нам, конечно, стараться подбирать мячик. И уже от подбора мяча играть и вжимать контентовые овердрайвы. По идее, на врывчике у нас шансы имеются. Нифига себе, столько типов знакомых за стримснайпела. Грубо говоря, на видос стримснайпанула. Так, и тут привет, и тут привет. Так. Мяч везут на крайнюю левую зону. Я, честно говоря, не знаю, зачем везти так далеко. Особенно, когда ты проигрываешь по счету. Наоборот, надо чуть больше вдавления давать на противника. Чтобы были шансы на доставку флага. Так, хоппер овердрайв не будет жать? Отлично. Так, ну и выкатываем, выкатываем потихонечку, потихонечку. Катим, катим, катим. Чё, подава тут накидывается вкусная от противника. Ловкача мне убирает. Но, ладно. В этом тайминге овердрайв уже это, наверное, нет смысла. Но чуть-чуть попозже мы попробуем, попробуем эту суету дать. Попробуем. Попробуем аккуратненько этот овердрайв воткнуть. Главное, чтобы сейчас противник чуть подкрылся сюда. Ах, мяч в киллзону хотел выкинуть, что ли? Не знаю, что там за турбосушки хотят делать молодые люди. Но нам надо ехать, ехать под доставочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо можно сейчас сыграть. Можно. Можно реализовать сейчас торпедку. Можно. Полетела. Блин, подава. Овердрайв. Пошёл, пошёл контентик. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне эту подаву кинули? Сейчас неприятно. Ладно. Возьмём мунку от подавы. Там эта подава, конечно, зарешала. Сейчас очень много. По идее, у нас сейчас должен был быть жёсткий врыв. И реализация нашего овердрайва. Но по итогу меня просто подавили. Отключили ловкача. Повышенную скорость. И всё. И габела. И габела. Так, ладно. Ничего страшного в этом нету. Овердрайв у нас на мамоте довольно быстро копится. Поэтому ничего страшного нет. Будем пробовать. Реализовывать нашу замечательную торпедочку. Давить противничка. Так. И что у нас там по устройствам? Громы есть, да? Две штуки громов. Рикошет я особо не чувствовал. Теслу можно рез взять, да? И что-нибудь ещё надо большое приодеть. Так, штрундель подбирает. Штрундель накидочку бы сделал бы. Штрундель накидочку бы оформил бы на низик. Оп, штрундель накидочку делает. Как будто слышит меня. Так, играем как раз под этого Викинга Молота. У меня единственное, нет только овердрайва. Был бы сейчас бы овер. Был бы вообще, может быть, жёстко. Ой, хорошо, подавочка сработала. Ой, у меня не подавочка. А, имуночка. Блин, всё перебрал. Короче, просто овердрайв раздал паладин. Да и всё. Ничего там сверхъестественного не было. Так, 1-0. Плоховато идём. Плоховато. Надо как-то камбэчнуть, камбэчнуть. Сейчас вот был бы овер на том тайминге. Я думаю, можно было бы попробовать доставить, влететь. Но, к сожалению, у меня овердрайва не было. К сожалению, овердрайва у меня в том тайминге не было. Так, Васпик поедет ко мне. Васпик меняет траекторию. И подцентрик сразу сбривает. Хорошо. Блин, ну рикошет, конечно. Конечно, с Гелиусом наносит супер много урона. Так, хоппер овердрайв не будет сжать. Хорошо. Сливаем его. Так. И мне ещё расходочку рубят, да? Кто-то мне там расходку отрубал. Или мне показалось. Ладно. Овердрайв появляется. Сейчас бы чуть пожили бы наши тиммейты. Я бы сразу под раздачку сыграл бы. Под овердрайв так. Играет, играет вниз. Хоппер. По идее, наверное, будешь сжать овердрайв. Ух, выкидывает мяч наверх. Блин. Но это он, конечно, грамотно сделал. Но. Мячик всё равно упал вниз. Так, от Изиды хилимся. Изида, у меня ещё дай хп. Дай хп, брат. Ну ты чего? Братулёчек. А можно было мне хп бы дать? Если честно. Мне бы его хп очень сильно пригодилось бы. Сейчас бы я, может быть, и вылетел бы на дверь в Париж. Блин, ну нам надо просто один раз заехать хорошо в тайминг. Всё. Один раз заезжаю хорошо в тайминг. И всё будет чётко. Этот труп, это, конечно, ужас. Так, есть контактик. Полетели. Изида у меня в спине. Изида с хилом. Хорошая. Рабочая Изидка. Блин, единственное, у меня сейчас когда расходки уже будет. Блин, ну как же. Ладно, хорошо, сейчас овердрайв противник бжал. По идее сейчас будет шанс. Сейчас будет шанс. Сейчас будет шансик у нас на доставочку. Очень тяжело найти момент на такой большой карте. Всё-таки, если бы эта карта была бы поменьше, то реализовать бы овердрайв мамонта было бы проще. Так, здесь супер большое количество противников. Хоть меня тут и сейвят, и страхуют. Но всё равно, вы видите, насколько всё это дело сложно. О, ещё и оверку выжимают. Ладно. Остаёмся без аптеки. Но будем пробовать сейчас. Будем пробовать прываться. Будем пробовать контентить. Твинсэмми залетают у нас от противника. Твинсэмми, конечно, неприятная вещь. Но ничего страшного. Ничего страшного. Изида, 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 изида работает. Ух, ещё под овердрайвом хотел. Блин, ну это какое-то супер мясо у нас слева здесь происходит. И никак, никак не пройти. Никак не пройти через это лево. Поппер через верх будет закатывать. Ух, как же жёстко сейчас этих галсы уносят. Просто бесшансовик. Так, меняем траекторию на центрик. И пробуем влетать. Ой, скорпион. Ну, ёптвай. Ещё и скорпион. Ещё и гром там овердрайв желает на аресе. Блин, ну это супер мясо. Супер мясо и нет тайминга для прожатия овердрайва. Как же грустно. Когда нету этого тайминга. Как же грустно, когда нету этого тайминга. А когда был тайминг, у меня не было овера. Так, ладно, у викинга появляется овердрайв. Скорпиончики. Наврывчики. Вот сейчас, блин, могло бы получиться интересно. Так, меня сливает шафт, меня сливает гром и сливает скорпион. Поэтому мы берём гром, шафт, скорпион. Блин, зачем я грома снял? Скорпион и шафт. Вот так возьмём. Возьмём вот так. И нам надо, чтобы под наш овер сыграли. Ух ты, мегаголд будет. Ничего себе. Я даже заметил точку этого голда. Я заметил точечку этого золотого ящика. Делаю вид, что я его не вижу. Делаю вид, что его там нету. Вжимаю овердрайв. И влетаю на движ париж. Влетаю на мегаголд! На мегаголд. Блин, обидно. А если бы стоял бы под точкой, может быть, его бы и забрал бы. Ну ладно, ничего страшного. Ведь такое бывает. Так, ладно, полетели. Полетели, нифига себе, мегаголд упал. Мне кажется, я ещё ни одного мегаголда не брал. Ещё ни одного мегаголд я не забирал. Блин, ну вот так вот мы и тестируем мамонта. Думаю, что надо будет сыграть нам ещё одну каточку полноценную. Потому что по такой катке не особо что-то понятно. По нашему мамонту, когда я не могу реализовать ни одной оверки, это, конечно, максимально печально и грустно. Но такая потная, потная, супер потная карта. Здесь всегда в регби очень-очень сложно. Но мамонт, конечно, если учитывать его без овердрайва, он, конечно... Но это контентовый корпус. Это просто контентовый корпус. Просто контентовый. Как жаль, что просто есть большое количество альтернативных корпусов в нашей игре. Поэтому мамонт чуть-чуть выпадает. Чуть выпадает и чуть-чуть на этом фоне смотрится не так прикольно, не так сильно, не так жёстко. Но... Но, но, но... Возможно, эти трупы что-то поменяют. Пока что только нету такого супертайминга на реализацию. Так, мне сбивают расходку. Копер пытается улететь. И, кстати, у него был бы шанс, если бы был бы резист. Возможно. Хотя нет, наверное. 85% овердрайва. Мне бы очень желательно было, чтобы сейчас тиммейты сыграли. Впереди. А не я ехал первым. Вот этот бы Викинг бы сбоку бы прожал бы оверку бы. Было бы неплохо. И по-хорошему как-то с фланга надо тушить. Как-то с фланга. Аккуратненько. Аккуратненько. С флангулечки. Залётик делать. Зида на лечении. Блин. Ну как же он жёстко меня сейвит. Пытается. Паладинчик с прожатым овером. Блин. Ну куда ты, Викинг? Викинг через право. Викинг! Нет! Ну куда? На центр. Ну это же открытая зона. Куда ты? Братанчик. Куда? Блин. Ещё и овердрайв не успел. Блин. Ну. Грустно. Грустно. Печально. Когда так происходит. Когда столько урона влетает. Ну там через право надо было ехать. Железно через право. Через право был бы шанс. Хороший шанс. Был бы. Ой-ой-ой. Офигеть. Ещё и хопер. Прокрутился. И доставочку оформили. 0-2. 0-2. Но мы не отчаяемся. Ничего страшного. Бывают и такие карты. Бывают и такие карты. Бывают и когда. Ничего у нас не получается. И даже мега голды не забираются. Но. Это игра. И нужно показывать её в том виде. Котором она имеется. Да. И не тильтить. Из-за того что там что-то не получилось. Или ты там не реализовал своё замечательное вооружение. Это всё фигня по сути. Мы сейчас просто напикнем ещё одну карточку. Я думаю что там. Наш контентовый мамонт. Покажет суету конкретную. Но по левой зоне там на широко. Вести этот мяч это вообще. Пол тилтовая. Поэтому в принципе если. Если даже противник останется там его сейвить. То ничего страшного не будет. Овердрайв конечно у мамонта копится очень быстро. А если ещё доставлять мечи. А если ещё сверху делать большое количество киллов. Где противник будет пикать под вас. Да. То есть. Ну не на такой большой карте. Где у вас будет возможность постоянно дотянуться до него. То я думаю что результат будет куда жёстче. Куда бодрее. Куда приятней. Мне бы вообще по хорошему хоть. А. Ладно. 45 секунд. Не знаю. Может быть конечно не успею. Может сейчас попробовать знаете. Заехать через справа. И чисто для контента вжать овер. Ну так. Посмотреть вообще. Как будет месить. Как будут трупы отлетать. Потому что я за вот это время. Ни одного овердрайва не прожал такого. Чтобы посмотреть вообще. Что делают. Что происходит с нашими трупами. Да. То есть что там. Суета какая-то вообще есть. Есть какой-то контентик. Или нет вообще этого контентика. Надо килл вот этот сделать сейчас быстро. И можно будет овердрайв прожимать. 99. 99. Тотка есть. Изида выхиливает. Супер круто. Так. И выжимаем овердрайв. Полетели. Полетели. А. Короче. Просто. Просто как будто. Как будто вы играете на мамонте со старыми трупами. А. Это так работает. Я думал что это будет работать немножко по другому. Я думал что там. Блин. Быстрый бой пикает. Мне надо было регби. Ну ладно. Сейчас посмотрим куда закинет. Я думал что это будет работать. По типу там труб будет нереально жестко отлетать. А он получается становится таким. Как будто у него нету. Как будто у него нету просто веса. Да. То есть. Как будто он становится облегченным. А я думал что это будет немножко по другому. Ну ладно. Запикивает нас на кстати на очень хорошую карту. Для мамонта. Шикарную даже. Я бы сказал. Карту для мамонта. Противник у нас здесь с имункой. С имуночкой. Одной. Неприятной. Ой. Вернее не с имуночкой. А с устройством неприятным. На имя. Ну ладно. Ладно. Допустим что. Получится против него что-то сделать. Нет. Походу не получится. Хотя сводка долгая. По идее может и нормально будет. Мне только надо наверное взять имунку от пробития. Если там есть паладины. Имунка от пробития будет куда интереснее. Куда лучше себя показывать. Нам бы под реализацию овердрайва бы сейчас сыграть. Пробовать закатить через право. Влететь через респ. Потом сбрить респ. И попытаться доставить. Думаю что это реально. Сначала мы залетим. Вот так вот. Блин. Расходка улетела у меня к сожалению. Отлично. Давай их набрели. И флаг еще. Блин флаг не набрели. Ну ладно. Нормально. Просто слили. Флаг и пытаемся сразу увозить. Пытаемся сразу увозить. Блин моментальная сводка у Гаусса. Но даже после этой моментальной сводки. У нас есть шанс на увоз. Давай давай давай. Изида Изида. Хорош. Хорош брат. Как же жестко он меня сейчас засейвил. И доставочка есть. Блин. Нифига себе. Я на маму тебе еще и минус упал. Ладно. Давайте возьмем имунку все таки от Эми. Он меня так жестко и не бесил. А то я думаю что если он меня так будет бесить. То ничего хорошего из этого не получится. Если у него будет пробитие. Это в принципе. Наверное пробитие не так сильно меня будет кошмарить. Как Эми. Поэтому пусть он переодевается лучше на пробитие. Пробитие это такая вещь. Не супер жесткая. Так. Но первая доставка есть. Первая доставочка. И первая неплохая реализация. Залетела. Так. Он сейчас наверное думает. Что у меня расходка не уехала. Мамонт. 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 Не бери брат. Или можешь брать. Хотя лампу фиг. Возьму я. На верочку. Возьму. И доставочка есть. Вторая. Хорошо. Контактик пошел. Контактик полетел. 12 с половиной. За 2 с половиной минуты уже. 2-0 ведем. Вообще бодро. Вообще вкусно. Дроповая ДАшка была. Можно было от нее кстати отыграть. Ну ладно. Так. Что у нас здесь по резам. Шафт. Шафт. Гаус. Что там еще есть интересного противника. Что можно взять рез. Попробовать сейчас может быть еще реализовать оверочку. Влететь. Наш тиммейт увозит. Страховочку тиммейту надо. Нет. Я думаю что он сам справится. Сам должен справляться. А мы сейчас под овердрайвом. Наверное должны просто влететь на вражеский спаун. Наверное вот так вот мы. А хотя ладно. Не будем этого делать. Под скоростью наоборот лучше убежим. Убежим. Вкусную доставочку сделаем. Лучше повести 4-0. Чем там гоняться за типами. Которые будут еще от меня убегать. Лучше мы быстренько. Улетим. И бэмсанем. Так. Попробуем сейчас еще. Одного набрели. Второго набрели. Блин. Ну какая же езида с вампиризмом сильная. А как она сочетается круто с мамонтом. У тебя есть корпус с супер большим количеством хп. С овердрайвом. Который в тайминг может тебе очень жестко засаппортить. И плюс. И плюс. И плюс. Ты еще можешь очень долго жить. Прям супер долго жить. Это конечно очень круто. Так. Но противник конечно здесь. Довольно слабый у нас попался. Нажимаем овердрайв. Блин. К сожалению. Меня сливают. Моментов довольно мало. Если честно. Где нужна. Именно реализация овердрайва. С откидкой корпусов. Но я думаю что это просто. Ну. Относительно именно этих боев. Оно так. Не почувствовалась. И не показала себя в полной красе. А в целом. Это вещь. Которая. Ну я думаю что будет супер актуальной. Прям супер актуальной. И то вещь которая. На дистанции. Будет очень эффективно работать. Внутри командной игры. То есть внутри. Матчмейкинга например даже в группах. То есть это будет эффективно работать. И это будет окупировать. Окупаться. Пишите что вы думаете по поводу мамонта. Возможно в ближайшее время мы сделаем еще. Один обзорчик на этот корпус. Потому что эти пару боев. Ну не сказать что получились прям супер крутыми. Супер жесткими. Реализация где-то в тайминге. Ну не залетела. Да просто дефолтный я оверы жал. То есть не на откидку трупов. Я жал чистый дефолт. А вот если жать оверки чисто в откидыш. И дополнительно в доставке. То я думаю что мамонт может еще круче себя показать. Но в любом случае напишите если вы выиграли на мамонте. Как вам он. Эффективность. Стала жестче. Или не особо чувствуется. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Добавляем пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про такс из-за этого контента. Который находится в настройках игры. В аккаунте. Кему личный так это так темп. Установите его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрыше есть в описании. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok